Перес, Фетти Легасли на подиуме исторической гонки. Сумасшедший Гран-при Азербайджана подарил очередную легендарную гонку. Лидеры сезона по разным причинам не смогли финишировать в десятке, что лишь обострило ситуацию в чемпионате. В итоге победителем из этой суматохи вышел Серхио Перес, а компанию на подиуме ему составили Фетти Легасли. Четыре красных флага, многочисленные аварии, постоянная интрига и неожиданный победитель, это краткий отчет не о гонке, а всего лишь о самой зрелищной квалификации Формулы 1 за последние годы. Все началось с вылетов Лэнса Стролла и Антони Джовинаца в коварном 15-м повороте. Во втором сегменте уже Даниэл Рикьярдо пал жертвой своей нерасчетливости на первом секторе. Австралиец попал в аварию и остался без места в десятке. Удивительно, но в своей первой попытке никто не смог достойно ответить Леклеру. А второй не суждено было случиться, Цунода и Сайнс разбили свои болиды на первом секторе и остановили сессию за секунды до конца квалификации. Таким образом, Феррари берет второй Паул подряд, а лидеры сезона остались позади. Ферстопен показал третий результат, Перес – всего лишь шестой. В Мерседесе же радовались второму месту Хмилтона словно победе. Льюис признал, что не рассчитывал на такой результат, тем более что его напарник Ботас начинал гонку всего лишь десятым. Неожиданно четверку замкнул Пьер Гасли из Альфа-Таури. В отличие от Гран-при Монако Шарлю Леклеров в баку удалось начать гонку с Паул-позиции. У Мани Гаско получился резвый старт, который пусть и ненадолго, но помог ему удержать первую строчку. Лидеры сезона сразу же принялись атаковать Леклера. Феррари пока что все же неровно Мерседесу и Редбуллу, поэтому обгонах Хмилтона и Феррстопена не заставили себя долго ждать. Разобравшись с Шарлем, британец и голландец устроили собственное сражение за победу, однако к паре лидеров присоединился Серхио Перес. Таким образом, теперь уже два Редбулла постепенно начинали прессинговать Льюиса в борьбе за лидерство. Давно Мерседес не был под таким давлением, тем более что Ботас никак не помогал своему напарнику. Волк Территак и оставался на 10-м месте после старта и не мог никого обогнать. Из лидеров первым на остановку в боксах решился Хмилтон, но ему пришлось пропустить Гасли на пит-лейне, из-за чего британец потерял время на пит-стопе. Это позволило бы кампере скачать Льюиса и выйти на два первых места после своих пит-стопов. Хмилтон позже попытался надавить на Переса, но все маневры британца были тщетны. Пилоты Редбулла комфортно лидировали в гонке и впервые за долгое время претендовали на двойной подиум. Уличная трасса в Баку не особо требовательна к шинам, однако на этот раз по итогам гонки разгорелся настоящий шинный скандал. К середине гонки Лэнс Струэл оставался единственным гонщиком, кто не совершал смену покрышек. Внезапный прокол левой задней шины на болиде канадца привел к страшной аварии на стартовой прямой. Необходимый пейска распокоил пилотон, но причина прокола так и осталась неизвестной. Все указывало на то, что команда передержала Строла на трассе, не зазвав в боксы, однако еще более странный шинный инцидент на финиш оставил новые вопросы. Жаркая битва за второе место позволила лидеру гонки Ферстопену выдохнуть и оторваться от конкурентов. В борьбе за четвертую строчку неожиданно активизировался Себастьян Феттель, проводивший шикарную гонку. Немец прошел Леклера и Гасли и уже был готов довольствоваться званием лучшего из остальных, но драмы лидера все перевернуло. За четыре круга до конца шина на болиде Макса Ферстопена лопнула, что привело к очередной аварии на прямой. Все были шокированы с ходом лидера, а дирекция гонки приняла решение остановить заезд. Спринт, состоявший из двух кругов, не принес другому лидеру сезона ничего хорошего. Хмилтон на рестарте отчаянно пытался пройти Переса, но из-за перегретых тормозов не смог войти в первый поворот. Британец откатился на последнее место и закончил гонку без очков. Его напарник также провалился на финише, оставив Мерседес ни с чем. Тотальный провал серебряных стрел дает большое преимущество рейдболу в чемпионате. Главным же победителем из суматохи вышел Серхио Перес, машина которого остановилась сразу после финиша. Долгожданная победа мексиканца приблизила его к лидерам чемпионата. Подиум неожиданно замкнули Себастьян Феттель и Пьер Гасля, которые в спринте оборонялись от атак Шарля Леклера. Манни Гаск сделал все, что было в его силах, но не смог конвертировать субботний паул даже в воскресный подиум.